Божественность и божественная Служение И тема сегодняшнего дня Шуккадева Я с вами Попугай Радхики Или как понять Шримад Бхагаватам Итак, сначала Сегодня мы пройдем два стиха Первый текст и второй текст Сначала прочтем санскрит Потом перевод и комментарий Его Божественной Милости Ачебактюданта с вами Шукруппады Ом Намо Бхагавате 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 С совершенными вопросами. Сам Хриштаха полностью удовлетворенный. Випранам тех мудрецов. Раумахаршаних. Раумахаршаних. Уграшрава, сын Рамахаршаны. Прати Пуджья. Поблагодарив их. Вачаха. Слова. Тешам. Их. Правактум. Ответить им. Упачакраме. Попытался. Перевод его божественной милости. Ачеба ктивиданте с вами. Шилпрупаде. Шилпрупаде. Ки. Чай. Уграшрава, сута Госвами, сын Рамахаршаны, вполне удовлетворенный совершенными вопросами брахманов, поблагодарил их и попытался ответить на них. Следующим образом. Комментарий. Комментарий. Строились на вопросах и ответах. Вопросы и ответы. И даже. Бхагавадгита начинается с вопросов. Как вчера мы проходили. И иногда слушающие, они задавали несколько вопросов подряд. Вот как в данном случае мудрецы задали шесть вопросов подряд. И здесь говорится, что Уграшрава, сута Госвами, начинает отвечать на них. Попытался ответить на них следующим образом. То есть в той же самой последовательности. В Индии, по-моему, Госвами Харадж говорил, что в Индии сейчас есть такое типа соревнования, когда человеку задают сто вопросов. Разные люди по разным темам задают сто вопросов. И он, прослушав все эти сто вопросов, должен ответить на каждый из них в той последовательности, в которой они были заданы. Это очень интересно. Но в те времена, пять тысяч лет назад, это не было большой проблемой. Сейчас, по всей видимости, могут использовать какие-то техники. Например, техника матрицы, она позволяет связать вопрос или слово, или что-то с определенным предметом. То есть человек выучивает матрицу, например, из двухсот предметов. Он ее видит уже. Например, дом, дерево, велосипед, еще что-то. И каждый раз он, любое слово или любой вопрос, он связывает с этой матрицей. И потом, уже зная эту матрицу, ассоциативно он вспоминает вопрос и отвечает на него. То есть сейчас есть такие техники, детей иногда обучают. Дети, они могли, ну, как минимум, 60 слов разного содержания повторить сразу в возрасте 6-7 лет. То есть они знали эту матрицу. Но в те времена не нужно было знать каких-то технических средств или еще что-то иметь для того, чтобы запомнить это все. Память была исключительная. Тогда учитель передавал ученику все из устно, из уст уста. То есть все это происходило, знание передавалось по парам по рецепию ученической преемственности. И оно не записывалось. Оно было записано в Ясадеве лишь тогда, когда он понял, что век Кали наступил. И память живых существ века Кали будет просто никакой. Мы забываем то, что происходит. Вот спросите, что вы делали два дня назад, например, в 5 часов вечера. И очень трудно будет ответить. Очень сложно. Не говоря уже о том, что год назад. Но тогда память была очень хорошей. И для сута Госвами не составляло труда запомнить все эти вопросы в той последовательности, в которой они были заданы. И ответить на них. Все это было связано, безусловно, еще с внимательностью. То есть тогда, когда невнимательность, она же происходит из-за эгоизма. И с развитием Кали-юги эгоизм увеличивается. И, значит, память уменьшается. Почему? Потому что внимательность уменьшается. И если мы невнимательны, то нам трудно очень запомнить что-то или сосредоточиться на чем-то, кроме себя. То есть если мы внимательны только к себе, то все, что касается нас, будет очень легко запоминаться. Но все, что касается других, или знаний, или еще чего-то, то это будет проходить мимо. Мы знаем из Чайтания Черетамриты удивительную историю, когда Господь Чайтания встречался с Кешево-Кашмири на берегу Ганги. И Кешево-Кашмири процитировал, по-моему, сто стихов, посвященных, прославляющих Гангу. И Господь Чайтания, он не просто заметил ошибки в этих стихах. Он указал на них, процитировав их снова, заново. Можете себе представить, да? Сто стихов. Он заново процитировал и сказал, вот в этом стихе, вот в этом стихе, в 64-м, в 65-м, в 13-м, в 25-м вы допустили небольшие ошибки. И Кешево-Кашмири, будучи непобедимым пандитом, он просто был сражен, потому что 15-летний мальчишка делал ему замечания, повторив те сто стихов, которые он сам, возможно, уже не смог бы повторить. Они были экспромтом. Знаете, тогда поэты, знатоки грамматики, они экспромтом могли выдавать какие-то перлы, сто стихов он выдал. Но Господь Чайтания, он не просто их повторил, но и указал на ошибки. Это значит внимательность. Внимательность означает хорошая память. И вот сейчас мы проверим свою память, да, какие шесть вопросов были заданы. Если кто-то находится онлайн, он может тоже попытаться без подсматривания вспомнить эти вопросы и скинуть нам по скайпу эти вопросы, какие были заданы. Ну, а мы потихонечку начнем их вспоминать сами. Первый вопрос был задан мудрецами, что является абсолютным благом, пока я говорю первый вопрос, можно вспоминать второй, третий, четвертый. Что является абсолютным благом для всех живых существ века Калия? Это был первый вопрос, который был задан мудрецами. И Сута Госвами как раз ответит на нем во второй главе в шестом стихе, один, два, шесть, знаменитый стих, который говорит о том, что является абсолютным благом для всех живых существ. Мы, надеюсь, дойдем до него. Второй вопрос, который задают мудрецы, они просят Суту Госвами рассказать о сути священных писаний. То есть дать суть священных писаний, потому что мне говорят, что век священных писаний огромное количество. Но век Калия не будет возможности, все их перечитать даже, не будет возможности у людей. Посмотрите, Шримад Бхагаватам только 18 тысяч стихов. Шримад Бхагаватам. Но Шримад Бхагаватам это естественный комментарий на Веданта Сутру. А Веданта Сутра это лишь выжимка, мудрость, мудрость Веданты. А Веданта это сливки вед, всех вед. А Веды, состоящие из Араньяку, Паниша, Брахман, Сутр разных и так далее, Пуран, это, ну, несколько жизней может уйти на это. Поэтому мудрецы просят вторым вопросом, пожалуйста, Сута, дай нам суть всех священных писаний. Расскажи нам, чтобы жителям века Калия было легче сориентироваться, чтобы они поняли, уязвили суть на благо всех живых существ Калия. Вот так они просят. Третий вопрос, нет у нас там онлайн-версий, скайп нету, да? Третий вопрос, который они задали, это зачем Кришна, сын Васудевы, явился в этот мир из Лонадевыки? Такой вопрос они задали, ну, даже не вопрос, это было утверждение, они сказали, что Сута, ты знаешь, зачем Кришна явился в этот мир, поведай нам. Четвертый вопрос, четвертым вопросом они попросили Суту рассказать о всех воплощениях Господа. Пятый вопрос был о том, чтобы Сута поведал о всех подвигах и лилах Господа, на благо, опять же, на благо всех живых существ. И шестым вопросом являлся вопрос, вот буквально вчера мы это разбирали, о том, где же после ухода Кришны нашли прибежище, кто? Религиозные принципы. Да, вот так вот шесть вопросов, они были заданы, эти шесть вопросов. И Сута на них сейчас не будет отвечать. Итак, текст второй, санскрит. Сута увача, ям правраджантам анупетам апетакритям, твая паяно вираха катара аджухавам, Сута увача, ям правраджантам анупетам апетакритям, твая паяно вираха катара аджухавам, Путрете танмая тая таравобхинедус, тамсарва бутахридая муним анантасмим, Пословный перевод. Сута, Сута Госвами, увача, сказал, ям таму. Точнее, тому, кто. Правраджантам, уходя, чтобы отречься от мира. Ану пейетам, не пройдя очищение священным шнуром. Апетам, без проведения обрядов. Критям, предписанных обязанностей. Двая паянах, в ясадева. Вираха, разлуки. Катарага, страшась. Аджухавам, воскликнул. Путрайти, о, сын мой. Татмая тая, поглощенный тем же. Тараваха, все деревья. Абхинедух, откликнулись. Там, ему. Сарва, всех. Бхута, живых существ. Хри-да-ям, сердце. Му-ним, мудрецом. Ана-да-ха-асми. Почтительно склоняюсь. Перевод его божественной милости. Ачеба-ктивиданте с вами. Шил-праупаде. Шила-сута Госвами сказал. Я в почтении склоняюсь перед этим великим мудрецом Шукадевой Госвами, способным проникнуть в сердце каждого. Когда он, не пройдя очищение священным шнуром и обрядов, предназначенных для высших каст, покидал свой дом, чтобы принять отречение от мира саньясу, его отец в ясадева, страшась разлуки с ним, воскликнул. О, сын мой! Но лишь деревья, переживавшие ту же боль разлуки, эхом откликнулись на возглас убитого горем отца. Еще раз прочтем стих. Шила-сута Госвами сказал. Я в почтении склоняюсь перед этим великим мудрецом Шукадевой Госвами, способным проникнуть в сердце каждого. Когда он, не пройдя очищение священным шнуром и обрядов, предназначенных для высших каст, покидал свой дом, чтобы принять отречение от мира саньясу, его отец в ясадева, страшась разлуки с ним, воскликнул. О, сын мой! Но лишь деревья, переживавшие ту же боль разлуки, эхом откликнулись на возглас убитого горем отца. Комментарий. Система Варн и Ашрамов предписывает ее последователям исполнение многих обязанностей, упорядочивающих жизнь. В соответствии с этими обязанностями человек, желающий изучать веды, должен обратиться к истинному духовному учителю с просьбой принять его в ученики. Священный шнур – отличительный знак тех, кто способен изучать веды под руководством Ачарии, истинного духовного учителя. Шри Шукадева Госвами не проходил подобных очистительных обрядов, поскольку с самого рождения был освобожденный душой. Человек, как правило, рождается обыкновенным существом, а благодаря очистительным церемониям он получает второе рождение. Увидев все в новом свете, он в поисках духовного руководства обращается к духовному учителю, чтобы тот помог ему понять веды. Духовный учитель принимает в ученики только искренне ищущего и дает ему священный шнур. Так человек становится дважды рожденным или двиджи. Обретя качество двиджи, человек может изучать веды, а когда человек становится сведущим в ведах, его называют випрой. Так випра или опытный брахман достигнет уровня вайшнава. Уровня вайшнава человек достигает тогда, когда заканчивает свое обучение как брахмана. Совершенствуясь, брахман обязательно должен стать вайшнавом, ибо вайшнав это ученый брахман, достигший уровня самоосознания. Шрила Шукадева Госвами с самого начала был вайшнавом, поэтому ему не нужно было проходить через все ступени системы Варнашемы. В конечном счете, цель Варнашемы Дхармы в том, чтобы неотесанного человека превратить в чистого преданного Господа вайшнава. Поэтому тот, кто стал вайшнавом и кого признал Утамадхикари, то есть вайшнав первого класса, уже считается брахманом, независимо от своего происхождения и прошлых поступков. Шри Чайтане Махапрабу следовал этому принципу, признав Шрилу Харидаса Тхакура ачарьей святого имени, хотя Тхакур Харидас родился в мусульманской семье. Итак, Шрила Шукадева Госвами родился вайшнавом и поэтому уже обладал качествами брахмана. Ему не нужно было проходить никаких обрядов милостью вайшнавов любой нескорожденный человек, будь то Кирата, Хуна, Анхира, Пулинда, Улкаша, Абхира, Шумха, Явана, Хаса или человек еще более низкого происхождения может достичь высочайшего трансцендентного уровня. Шрила Шукадева Госвами духовный учитель Шрисута Госвами. Поэтому прежде чем приступить к ответам на вопросы мудрецов на Мишаране Шрисута Госвами выражает ему свое глубокое почтение. ОМАГИАНАТИМИРАНДАСЯ ГЯНАНДЖАНА ШАЛАКАЯ ЧАКШУРУНМИЛИТАМЬЕНА ТАСМАЙ ШРИ ГУРАВЕ НАМАХА ШРИЧАЙТАНЬЯ МАНОБИШТАМ СТАПИТАМЬЕНА БУТАЛЕ СВАЯМ РУПАМ КАДАМАХЯМ ДАДАТИСВА ПАДАНТИКАМ ВАНЧА КАЛПАТА РУБЯЩЧА КРИПАСИНХУБЬЯ ЭВАЧА ПАТИТАНАМ ПАВАНЕБЬЯ ВАЙШНАВЕБЬЯ ОНАМО НАМАХА ЖАЙ ШРИ КРИШНА ЧАЙТАНЬЯ ПРАБУНИТЯ НАНДА ШРИЯ ДВАЙТА ГАДАДХАРА ШРИВА САДИГУР БАКТА ВРИНДА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА 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 ХАРЕ 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 РАМА ХАРЕ РАМА 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 ХАРЕ ХАРЕ Нама Ом Вишну Падая Кришна Прештхая Бутале Шимати Бхакти Веданта Слави Нити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прочарине Нирвише Шашуннявади Пашчатяде Шатарине Итак, Шил Сута Госвами сказал, я в почти не склоняюсь перед этим великим мудрецом Шукадевой Госвами, способным проникнуть в сердце каждого, Когда он, не пройдя очищение священным шнуром и обрядов, предназначенных для высших каст, покидал свой дом, чтобы принять отречение от мира Саньясу, его отец Виясадева, страшась разлуки с ним, воскликнул, о, сын мой! Но лишь деревья, переживавшие ту же боль разлуки, эхом откликнулись на возглас убитого горем отца. Так, Шукадева, Сута Госвами, он приступает к ответам мудрецов, и по традиции, прежде чем начать отвечать на вопросы, он выражает почтение своему духовному учителю Шукадеве Госвами. Кто же такой Шукадева Госвами? Ачария рассказывает о том, что само его имя выдает его вечную сварупу. Шука означает попугай. И Шилпрупада, и Ачария, они говорят о том, что положение Шукадева Госвами в духовном мире, это положение попугая Радхики, то есть он попугай Радхарани. И Радхарани обучила его повторять имена Кришны с такой же сладостью, с которой повторяла она. И Шукадева, повторяя за Радхарани, он с теми же интонациями, с той же сладостью, он повторял имена Кришна, Кришна, Кришна. Таким образом, он фактически был в чем-то не отличен даже от самой Радхики. Однажды Радхика отправила Шукадеву Кришне, просто чтобы он полетел к Кришне. И когда он прилетел к Кришне, в это время Кришна, он общался с Судамой, по-моему. С Судамой, о чем-то они разговаривали. И вдруг он услышал, как где-то очень рядом повторяют его имена Кришна, Кришна, Кришна. И он подумал, это Радхика, это ее голос, это ее интонация, ее пхава, ее звуки, звуки ее такого бархатистого голоса. Только Радхика может так повторять. И он стал искать, стал искать, кто же, кто же, где же здесь вообще, кто здесь может повторять таким образом? Радхарани, где ты? И вдруг он увидел попугая, который почти слился с веткой, он такой зеленый был. Кришна, Кришна, Кришна. Кришна поймал попугая и стал просто наслаждаться повторением его же имен. Он наслаждался до тех пор, пока вдруг Лолита и Вишака не появились перед ним. И они сказали, это попугай Радхики, ты должен вернуть его. Но Кришна отказался вернуть Радхики попугая, потому что ему очень понравилось. То есть, таким образом он мог ощущать присутствие Радхики ежесекундно. У них не было такой возможности общаться постоянно. Кришна с Радхой, они постоянно выдумывали какие-то возможности встречаться. Иногда они встречались даже под водой в Емуне. То есть, с одной стороны, семья Радхарани приходила, с другой стороны, Кришна. И они делали вид, что совершают омовение, но сами под водой где-то там встречались на дне Емуны. Однажды Кришна, он переоделся в Брамана. И вместе со своим другом, значит, они пришли. Они знали, что Радхарани, Ее родственники поклонялись Богу Солнца. И вот они пришли к ним, как Браманы, как будто бы проходили мимо, которые поклоняются Сурье. Они воспевали Ом Сурья Намага. И тогда свекровь Радхарани, она сказала, о, вы поклоняете Сурье, похоже, да? Моей невестке нужно, чтобы она также тоже приобщалась к поклонению. Не могли бы вы провести Пуджу, Сурья Пуджу, какие-то благоприятные мантры пропеть? И Кришна сказал, да, конечно, конечно, мы готовы. Мы только и делаем, что поклоняемся Сурье. Таким образом, они пытались встречаться, потому что Радхика, она была замужней женщиной. И, так сказать, дабы репутация не страдала ее, они встречались разными тайными образом, тайными способами. И поэтому Кришне Шука напоминал Радхарани. Он не хотел отдавать Шукадева, то есть Шуку, попугая Радхарани. И тогда Лалита, Вишакха, они обратились к маме Ишоде и пожаловались на Кришну, чтобы он отдал попугая Радхарани. И мама Ишода отругала Кришну и сказала, ну что ты, ты вообще общаешься только со зверями, то с коровами, с собаками, с оленями, теперь с попугаем. Ну что такое? Ну, Кришна, ты же разумный мальчик. Давай вот отдай попугая. Девчонкам пусть они отнесут его Радхарани. Ну, в общем, Кришна не мог ослушаться, естественно, мамы Ишоду и отдал попугая. Когда пришло время сворачивать игры, то Кришна и Радха, они сказали Шуке о том, что они уходят, и на этой земле не останется ничего. Ни религии, ни истины, ни веры, ни красоты, ни славы. И единственная надежда, которая останется у людей века Кали, это священный Бхагаватам, священный Шримад Бхагаватам. И они попросили Шукадеву Госвами проповедовать послание Бхагаватам во всей земле и, в частности, в Бхаратаварше, людям Кали. Шука, так сказать, воспользовавшись этими наставлениями, он отправился летать по миру просто. И однажды он услышал звуки Бхагаватам. Он услышал и привлекся, и он подумал, где же, где же, у кого я смогу. Он летал и думал, медитировал, у кого я смогу получить Бхагаватам, выслушать этот Бхагаватам, чтобы потом пересказывать его. И вдруг он услышал звуки Бхагаватам, и он прилетел в эту хижину, где Вьяса достаточно долго рассказывал жене, все ведические шастры он своей супруге пересказывал. И описывается так, что супруга, она просто с открытым ртом его слушала. Знаете, так вот говорят, вот с открытым ртом, настолько вдохновлена она была этим. И Шука каким-то образом умудрился, я не знаю, как это происходило технически, но так описывают Ачарьи, что он просто погрузился, вот он через рот влетел к жене Вьясадевы и спрятался, укрылся в очреве ее. И 16 лет находился там, слушая Бхагаватам. Шукадева, вернее Вьясадева, он в течение 16 лет рассказывал Бхагаватам, но понимая, что это ненормальное положение попугаев в чреве его жены, вот, она, ну как бы, он не хочет ничего с этим делать, он не хочет выходить, то есть он привлечен звуками, трансцендентными звуками, он как бы уже как зародыш там находился, и Вьясадева попросил его, пожалуйста, ну, как сказать, родись, в конце концов, выйди из лона моей супруги, потому что это истязает ее, 16 лет беременность, можете себе представить. Тут 9 месяцев очень сложно, любая женщина скажет, что тяжело, вот, но тут 16 лет, это слоны, по-моему, 3 года ходят, да, то есть они носят, вынашивают ребенка, 3 года или, ну, что-то долго очень, или год с лишним, полтора года, не знаю, но 16 лет это было чересчур уже. Но Шукадева не хотел ничего не иметь с этим внешним миром, потому что Кали-юга уже пришла в этот мир, и он, это, он был освобожденный душой, он не хотел соприкасаться с гунами материальной природы, с майей, он не хотел, просто решил оставаться там навеки. Но Вьясадева молился очень искренне, и тогда Шукадев сказал, что я выйду, а, даже не так, Вьясадева сказал, что, хорошо, я знаю, я понимаю, ты не хочешь соприкасаться с гунами материальной природы, ты не хочешь соприкасаться с майей, но у меня есть такое могущество, поскольку я сам в воплощении Бога, я, как бы, отведу эти гуны, я разведу их на время, я просто уберу майю, и тогда ты сможешь легко родиться, и дальше можешь уйти в отречение, принять саньясу, получить освобождение, делай все, что хочешь, вот. Но Шукадева, он сказал, я тебе не доверяю Вьяса, я доверяю только Кришне, поэтому, вот, пожалуйста, если Кришна сам явится и сможет убрать гуны материальной природы, в этом случае я смогу родиться. И Вьяса стал медитировать на Кришну, стал молиться Кришне, и Кришна Дварака Диш, там описывается в шастрах, что это Кришна Дварака Диш, повелитель Двараки, царь Двараки, он явился и сказал, Шука, я обещаю тебе, что сейчас я уберу иллюзорную, свою иллюзорную энергию, и тогда ты сможешь появиться на свет. Кришна сказал, Кришна сделал. И тогда Шукадева родился в виде юноши 16-летнего, уже сразу, потому что 16 лет он был в утробе матери, и вот все 16 лет он, так сказать, развивался таким образом. Вот. И он родился сразу, как 16-летний юноша, и шастры описывают, что по всем признакам он выглядел очень-очень красиво, как полубог просто. Красота его выдавала в нем высоко духовную личность. Там описывается, как выглядели его ключицы, вернее, описание идет с ног, с ног до головы. Такова традиция описания каких-то людей, возвышенных людей. Также мы получаем даршан. Мы смотрим сначала на стопы божества, потом поднимаем свой взгляд выше, выше, колени, бедра, пояс, грудь, шея, голова, глаза. И потом также назад провожаем глазами. Это называется даршана. То есть, таким образом мы получаем даршан. Мы начинаем осмотр Господа со стоп, с его стоп, лотосных стоп. И также описывают шастры Шукадеву Госвами, как великую освобожденную личность. Как здесь говорит Сута Госвами, утверждает, что как только он родился, он уже в очреве был освобожденной личностью, как только он родился, он сразу решил уйти, принять саньяс. И он отправился в лес, но в ясаде, будучи привязан к своему сыну, он начал кричать, о сын мой, куда же ты уходишь, на что ты меня покидаешь? И деревья, они отозвались, очарьи описывают, что они отозвались эхом, такими словами, как кто сын, кто отец, кто мать, кто сын, кто отец, кто мать. Другими словами, сами деревья, они упрекали в ясаде в том, что он, познав всю истину, он был так привязан к своему сыну. Кто сын, кто отец, кто мать. Есть такой баджан неизвестного Айшнава, где поется, что Кришна Пита, Кришна Мата. Кришна и отец, и мать для нас. И в ясаде, будучи привязан как-то к шукадеве, он решил какой-то хитростью все-таки его заманить. И он заплатил охотникам. Когда он, так сказать, следовал за ним, побежал за ним, он обратил внимание на одну очень удивительную вещь. Когда шукадева, будучи нагим, абсолютно нагим, 16-летним юношей, он просто как Аватхуд был, да, Аватхуд или юродивый, да, такой вот он, просто не от мира сего. Он шел без одежды, и когда он проходил мимо озера, где купались девушки-ногие, они сразу схватили одежды, оделись, укутались, и, ой, извиняюсь, наоборот, они не обратили на него внимания. Это когда в ясадева уже подошел к озеру, то они сразу укутались в одежды, поклонились ему, несмотря на то, что... Но на шукадева господева не обратили никакого внимания, абсолютно никакого внимания. И в ясадев подумал, как так, он 16-летний юноша, он обнаженный, он такой красивый, и они не обратили на него никакого внимания. Но я, древний старец, я в прадедушке уже гожусь этим девушкам, более того, я мудрец, который контролирует свои чувства, но они сразу схватили одежды свои и поклонились мне. И он задал им вопрос, почему так вы поступили? И девушки ответили, что когда шукадев шел, проходил мимо, он был погружен просто в свои мысли абсолютно, он вообще даже на нас не обращал внимания. По всей видимости, он полностью погружен в Кришну, в сознание Кришны. Никаким образом он не выдавал то, что он вообще причастен к этому миру. Поэтому для нас он был просто какой-то душой непонятной. Но ты, Вьяса, несмотря на твой почтенный возраст, ты, так сказать, выдаешь в себе мужчину, твоя привязанность к сыну, она выдает в тебе, как бы, в чем-то даже неосвобожденную душу. Поэтому мы не можем не стесняться тебя. И вопрос, и шукадев госвами, он отправился в лес, но в Ясадев, будучи привязан к нему, он нанял охотников и сказал, что мне нужно, так сказать, от вас, чтобы вы, как бы, заманили ко мне одну личность, поймали ее, как бы, в силки. И тогда ваши силки наполнятся дичью, вот так он сказал. Я вам дам одну мантру, волшебную мантру, которую вы должны ходить по лесу и повторять. И тогда я гарантирую, что ваши силки наполнятся дичью. Но когда к вам подойдет ногой юноша и спросит, где вы узнали эту шлоку, это была шлока из Багаватам, то вы должны привезти его ко мне. И так произошло. То есть они, охотники, они ходили и цитировали, может быть, сами не понимая, что они цитируют, как это шлоки из Багаватам. И Шукадева услышал это и сказал, приведите меня к тому человеку, который цитирует, откуда вы узнали. И они сказали, окей, пойдем. Ну, естественно, они привели его к Вьясадеве, их силки наполнились дичью, они все были довольны. А Вьясадева в течение какого-то времени давал эту науку Шукадеве Госвами. И когда Шукадева Госвами как бы вновь постиг это, прослушал, выслушал Шимадбагу, там он отправился дальше в путь. И, проходя мимо Ганги, он увидел, как огромное, ну, как сказать, не сборище, а собрание мудрецов, значит, они решали вопрос, как быть Махараджу Парикшиту. Махарадж Парикшит, это внук Пандавов, внук Арджуны, он был коронован на царство перед уходом Пандавов в Гималайи и вообще перед оставлением этого мира. Уже после того, как Кришна оставил эту планету, и он стал царем, но когда произошла эта история, это лила с Кали, Кали, которого встретил Махарадж Парикшит, увидев, что он отрубает, просто издевается над быком, отрубает ноги быку. Бык олицетворяет тхарму, а Кали это тот, кто, скажем так, низвергает тхарму. И уже когда были три ноги подбиты, Махарадж Парикшит вступился за быка, увидев, что какая-то темная личность, одета как царь, он издевается над животным. Он задал вопрос, кто ты, что ты, зачем ты это делаешь. Он задал вопрос быку. То есть он как бы провел такое расследование беспристрастное. И когда выяснил, что это Кали, он сказал, ты будешь как бы изгнан, ты можешь, несмотря на то, что Кали сказал, ну сейчас мой век, сейчас я должен исполнять свою тхарму, это мой век, почему ты останавливаешь меня. И он сказал, мне плевать, чей сейчас век, но в моем царстве тебя не будет. И тогда он сказал, что ну хорошо, ну дай мне тогда возможность укрыться, я знаю, пока ты будешь править царством век, ну мне сложно будет тут присутствовать. Но мое время пришло, где мне быть, дай мне возможность где-то укрыться. И Махараджи Парикшит отдал несколько вещей, несколько, так сказать, объектов, в которых Кали может укрыться. Это вино, незаконный секс, азартные игры и деньги, да, в том числе деньги, они были золотыми тогда, да, золотые монеты, не бумажные. И Кали укрылся в золоте, поскольку корона, Махараджи Парикшита была из золота, он укрылся в короне и также смог влиять на сознание Парикшита. И тогда Парикшит совершил неодуманно, неосознанно оскорбление Брамана, который не подал ему воды, когда Махараджи вошел в жилище. Браман был в медитации, в глубокой медитации, поэтому не заметил царя. Но царь воспринял это как оскорбление, взял шкуру змеи и накинул ее на тело Брамана. И после этого, осознав свой поступок, он подумал, наверное, лучше мне умереть, потому что я совершил такое оскорбление. И тут до него доносится известие о том, что сын Брамана проклял его, о том, что ему осталась жизнь всего неделю, и что в конце этой недели, семи дней, он умрет от укуса змея. И тогда он сделал то, что делают праведные цари, особенно в преддверии смерти. Он оставил царство, передал ее, по-моему, своему сыну. Ушел на берег Ганге, где обычно находятся мудрецы. И он рассказал о своем желании поститься и принять смерть на посту, скажем так, на посту, будучи уже попытаться достичь освобождения и с помощью поста и наставлений мудрецов покинуть этот мир. Но тогда не было единства в мудрецах. Каждый начинал давать какие-то советы. Там были и Гьяна Канди, и Карма Канди, и Бакты, и Шакты, и последователи Шанкары. То есть там было очень много разных направлений. Мудрецы, как правило, приходят на Гангу, и они давали разные советы. Но Парикшид не мог принять эти советы. Он хотел, чтобы какое-то единство было, чтобы понять все-таки, что мне делать. И вдруг в какой-то момент все мудрецы замолчали. Они увидели Шукадеву. Они увидели Шукадеву, окруженного детьми и женщинами, которые там просто издевались над ним, там что-то бросали в него, какие-то камни плевали в него. Но Шукадева не обращал никакого внимания. Он был умиротворен сам в себе. Он был полностью погружен. И мудрецы увидели, что эта личность не от мира сего. И все как один, они сразу поклонились ему и сказали, пожалуйста, о мудрец, почти наше собрание своим присутствием и дай наставление Махараджу Парикшиту, который должен оставить этот мир спустя семь дней. Махарадж Парикшит, он также склонился к стопам Шукадева Госвами и попросил давать ему наставление. И тогда, увидя, с каким почтением приняли мудрецы Шукадеву, поклонившись ему, дети и женщины, они просто ретировались, ушли. Они подумали, что, боже, что-то мы, наверное, не то делали. Но мудрецы, будучи осведомленными в шастрах и видя духовную квалификацию Шукадеву Госвами, они склонились перед ним и попросили давать наставление. Таким образом, мы видим, что в этом собрании мудрецов присутствовали такие великие мудрецы, как Нарада, как Вьясадев, но почему-то слово дали Шукадеве Госвами. И вот многие задают этот вопрос. И в читании Черетамрите есть такие слова Шивы, когда Шива, он говорит, отвечая также на подобный вопрос, он говорит, «Я, возможно, знаю Бхагаватам, и Шукадева, возможно, знает Бхагаватам, но Вьясадева, возможно, знает Бхагаватам, а, возможно, и не знает Бхагаватам». Интересное заявление, да? Автор «Бхагаватам» и Шива говорит, что Вьясадева, возможно, и даже не знает Бхагаватам, но «Я знаю Бхагаватам, возможно, и, возможно, Шукадева знает Бхагаватам». Бхагаватам – это трансцендентный звук. По сути дела, Бхагаватам описывает деяния Бога, которые не отличны от Бога. И глазами Бхагаватам можно узреть Бога. И Бхагаватам означает, чтобы постичь Бхагаватам, нужно иметь великую преданность. И почему Шива сказал, что Вьясадев может знать Бхагаватам, а может и не знать Бхагаватам? Потому что Вьясадева был литературным воплощением Бога. Он был фактически, по всей видимости, Шактья Веша Аватара. И он мог быть просто прозрачной средой между Богом и людьми. Просто он мог что-то делать по наитию. Он мог просто передавать этот опыт. Потому что обычно пророки, они сами не понимали, о чем они говорили. Они вещали Слово Божье. Но потом они могли даже не помнить, о чем они говорили. То есть они могли глубоко даже не осознавать значение этих слов Бога. Пророки, они пророчествовали, но будучи как медиумами, посредниками между Богом и людьми. И Вьясадева, когда Шива говорит о том, что Вьясадева, возможно, знает, а возможно и не знает, он подчеркивает его положение пророка, он подчеркивает его положение миссионера, чья миссия составляла записать веды, систематизировать эти веды. И в литературном воплощении Бога это означает, что он должен был исполнить эту миссию, передать веды последующим поколениям. Поэтому с этой точки зрения он мог действовать просто как медиум. Он слышит по наитию, то есть он слышит откровения и просто записывает. Но Шукадева Госвами был реализованной личностью, он реализовал Бхагаватам. Он не просто услышал его. Сам Вьясадева в первых стихах говорит, когда Бхагаватам соприкоснулся, когда Шукадева рассказал Бхагаватам, он стал еще слаще. И он приводит пример, подобно тому, как попугай, когда надкусывает плод манго, этот плод становится еще слаще. Другими словами, реализованное знание, основанное уже на опыте, оно делает шастру еще слаще, еще вкуснее. Еще более понятнее. Таким образом, когда рассказчик Бхагаватам, он вносит свой опыт, то с одной стороны он как бы комментирует уже даже комментарии, но с другой стороны, деляясь своим опытом, он делает Бхагаватам или предметы Бхагаватам более доступными для слушателей в соответствии с местным временем и обстоятельствами. Таким образом, положение Шукадевы, оно в каком-то, вот, в каком-то случае даже выше, чем положение Вьясадевы. Несмотря на то, что Вьясадева был учителем Шукадевы Госвами. Таким образом, истинные последователи Шукадевы Госвами, они прославляют и поклоняются Шукадеве. И в данном случае Сута Госвами, он выражает глубокое почтение своему духовному учителю и наставнику Шукадеве Госвами. Такова традиция. И после этого он начинает отвечать на вопросы мудрецов. Здесь говорится о том, что Шукадева ушел, не проведя никаких обрядов абсолютно. То есть он не получил инициацию, как это должно быть, шнур. У него не было шнура абсолютно никакого брамонского. И Шилбрупада приводит пример из истории, также исторические примеры. Здесь он не рассказывает про Наратама Дастакура, но Наратама Дастакура он тоже не был брамоном. Это интересный факт. И Харидастакур не был брамоном. Он вообще родился в мусульманской семье. И тем не менее, Господь Читания делает его намачарией. Намачария. Когда мы прямо от Хавани читаем, мы говорим, Шил Харидастакур Кийджай. Намачария Шил Харидастакур Кийджай. Это положение было дано Господом Читании. И Харидастакура не пускали даже в святая святых Джиганадха Пурия, в Джиганадха Мандир. То есть он ни разу не получал даршан Джиганадхи. Но в то же время сам Господь к нему приходил. Господь Читания и Господь Джиганадха, между ними нет разницы никакой. Господь Читания сразу после Даршана, утром, после утренней службы и Даршана с Джиганадхи, он шел сразу в хижину у Харидастакура. И там они проводили какое-то время, завтракали, обсуждали славу святого имени. Эти беседы, они были записаны позже, возможно, по какому-то наитию, по откровению бактинодой Токуры, Токуром. И Харидастакура, он дал обет повторять, святое имя, 300 тысяч, трилакха, святых имен в день. 300 тысяч святых имен в день. То есть, если посчитать, это примерно 20 часов на это может уходить. То есть и 4 часа на сон только оставалось, по сути дела. Господь Читания, несмотря на то, что Харидастакур мусульмане, в индуизме мусульман считают млечками, мясоедами, млечки, низшие касты, вне касты даже. Машил Брумпада вслед за ачарями утверждает, что если человек обладает качествами брамана, то неважно, в какой касте он принадлежит и какому роду он принадлежит. Тут вот названы яваны, касты, это все как бы вот низшие касты, и он говорит, даже ниже. Ну, скорее всего, он имеет в виду млечик. Это люди запада их называют млечиками, потому что они едят мясо. То есть они ниже даже, ниже яванов по своему положению. И Шил Брумпада, он доказал это, привезя своих белых слонов с запада, привезя в Индию. И именно в Индии возрождение традиции Бхакти началось через его белых слонов, через тех личностей, которые в свое время были просто хиппи, употребляли наркотики и считались млечиками. Но, утверждая это положение Бхагаватам о том, что считать Браманом или Вайшнавом можно не по рождению, а по качествам, Шил Брумпада сделал это. Он, как здесь пишется, из неотесанных людей, да, хиппи, он превратил этих неотесанных людей в чистых преданных. И эти чистые преданные распространили и продолжают распространять славу Святого имени по всему миру и сейчас. Таким образом, мы видим серьезную необходимость принятия духовного учителя для того, чтобы познать этот примет Бхагаватам. Как говорится, в век Калия есть всего два пути постижения Верховной Личности Бога. Это Бхагавататхарма или Бхагаватамарк, путь изучения Бхагаватам, и путь поклонения божествам, панчаратрика Витхи. И то, и другое возможно только совершать через наставление духовного учителя. Таким образом, для того, чтобы всерьез начать практиковать сознание Кришны, необходимо принять духовного учителя. Об этом говорит Бхагаватам, об этом говорят Ачарии, и об этом свидетельствует традиция. Может быть, какие-то вопросы? Ачария. 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 Судя по той фразе, которую произнес он, и судя по тому, что он стал искать его, да, это была привязанность. Ну, надо понимать, что в Ясадеев необычная личность, и все, что происходит с такими личностями, в этом участвует энергия, иллюзорная энергия Кришны. Поэтому очевидно, что это нужно рассматривать как лилу. Ясадеев был освобожденной личностью, так же, как и Шукадеева Госвами. Но, возможно, эта привязанность была как привязанность к чему-то тому, что напоминает о Кришне, да, Шука, попугай Кришны. Трудно мне сказать, но из Бхагаватам яствует, что, да, эта привязанность, она в какой-то момент одолела Ясадееву. То есть, он привязанность, потом он поведал, если он Бхагаватам, начались, и потом у него... И потом отвязался. Да, и потом он присутствовал в собрании и тоже слушал Бхагаватам уже от своего сына, фактически. Вот когда Шукадева рассказывал Бхагаватам Махараджа Парикшату, в этом собрании Нарда и Вьяса, они очень внимательно слушали Бхагаватам из уст Шукадевы Госвами. — По поводу попуга, если, получается, он научился точно так же произносить и не помню, так кратко, но разумное настроение, то есть, мне не важно, играть на эту роль, то есть, это же просто звук. Да, вопрос. Поскольку Шукадева попугай, и он научился произносить с такой же интонацией, для него, наверное, не составил труда, потому что попугаи умеют это делать. Но я так понимаю, что чем же привлекся Кришна, если это просто звуки попугая, да? То есть, если не было эмоции какой-то, да? Так, в этом вопрос. Я смею предположить, что Шукадева необычный попугай, и поэтому он смог скопировать не только голос Радхики, но, по всей видимости, эмоции Радхики. Надо понимать, что Шукадева — это житель духовного мира, и есть одна причина, по которой в Шримад Бхагаватам имя Радхарани даже не упомянуто. Знаете об этом, да? Что имя Радхарани, чье имя повторяет сейчас весь Вриндаун, Рады-Рады, даже не имя Кришны, имя Радхи повторяет весь Вриндаун, Рады-Рады, оно даже не упомянуто в Шримад Бхагаватам, в основном писании в Ачнавском. Очень странно, да? И Ачарьи объясняют, почему Шукадева не упомянул имя Радхики в писаниях. Потому что, как только бы имя Радхи соприкоснулось с его устами, он тут же бы вошел в транс и не смог рассказать, дорассказать Бхагаватам. Это объяснение Ачариев. Поэтому эмоция в повторении имени Кришны, поверьте, у Шукадева Госвами, у Шуки, попугая Радхики, есть и не меньше, абсолютно не меньше. Нет разницы, на самом деле, между... То есть он мог скопировать интонацию, но эмоция присутствовала внутри него, она уже есть изначально. У всех жителей духовного мира, неважно, это травинка, попугай, пастушок, или отец, или старшая гопи, у них есть эта эмоция, это Бхава, Маха Бхава, это према Бхакти, то есть эта любовь к Кришне, она есть изначально. Но скопировать интонацию, наверное, может только Шука, поскольку он попугай Радхики. Ещё такой вопрос. Вы понимаете, что Кришна, Тайфун, встречался с ратами на глазах мужа? Почему? Почему он встречался? Хороший вопрос. Но эта тема, наверное, уже другой лекции. Вопрос такой. Почему Кришна встречался с замужней женщиной? Этот вопрос обсуждают все мудрецы, но обсуждают с точки зрения возвышенной мудрецы, я скажу так. И у меня нет квалификации обсуждать этот вопрос. Я лишь скажу то, о чём говорят духовные учителя. Если с точки зрения мирской морали смотреть на это, то, конечно, это какая-то адхарма просто. Это вообще бессовестно. Но Кришна необычная личность. По сути дела, это не он встречается с чужими женами, а мы встречаемся с его женами, потому что всё принадлежит Кришне. Всё принадлежит Кришне. И даже наши жёны, как ни странно, принадлежат Кришне. Он сарва карна карна, он причина всех причин. Нам в этом мире ничего не принадлежит. Ни этот микрофон, ни это здание, ни наша жена. Всё это собственность Кришны. Так как может быть, как чья-либо жена чужой для него? Знаете, даже в христианстве есть такое понятие, что Христос жених, а душа невеста. Любая душа – это невеста. Невеста Кришны. Поэтому с точки зрения мирской морали, да, это предусудительно. Это очень предусудительно. Но с точки зрения высшей любви, смотрите, гопи, они не принимали Кришну как Бога. Не принимали. То есть, если бы они бросили мужей своих ради Бога, то, ну да, это здорово, это хорошо, это классно, но какова здесь цена этой любви? Но когда они бросают своих мужей, просто непонятно ради кого, какова сила любви? То есть, не зная, что он Бог даже. Они пренебрегают. Пять тысяч лет назад была мораль не такая, как сейчас. Была очень строгая мораль. Очень строгая мораль. Некоторые гопи, которых просто заперли в доме, да, и сказали, никуда не пойдешь. Они оставляли тела. И в тонком теле, в теле привидений, они шли на танец раса. Такова любовь. Они проклинали Браму за то, что он создал веки, которые моргают. И для них вот моргание век казалось просто нескончаемой мукой. То есть, они моргнули век. И для них это как будто день Брамы, они не видят Кришну. Они страдают от этого. Вот это любовь. Это называется ничего себе любовь. Абсолютно бескорыстная любовь. Абсолютно бескорыстная. Потому что, если бы они знали, что Кришна Бог, и привлеклись Его качествами, славой, богатством, мистическими способностями, силой и так далее, то это была бы корыстная любовь. Так ведь? Но они были просто с ума сходили по Нему. Без всяких причин. Без всяких причин. Просто привлекались Его красотой. Просто потому, что вот эта красота небожиная. И они шли на то, чтобы нарушать, нарушали права любой, любые правила, морали любой. Вот это ничего себе любовь. Но поскольку Кришна Бог, то какая жена может быть для Него чужой? Это Лила. Это Лила. Но все пастушки – это Его вечные жены. В духовном мире там как бы есть некая иллюзия мужей. У них нет мужей на самом деле. Так Ачария описывает. То есть им кажется, что они замужние. Чтобы расу немножко. Вот это вот. Параки и раса – это самый сильный вкус здесь в материальном мире. Но здесь он предосудителен. Нельзя встречаться с чужими женами. Здесь он предосудителен. Но почему он самый сильный? Откуда это? Потому что в духовном мире этот вкус присутствует. И он самый сильный. Любовь незамужнего юноши и как бы незамужней или даже замужней женщины – самый вкус. Самый сильный вкус. Это паракия – раса. Паракия – раса. И даже когда была угроза, что Кришна может жениться на Радхаране, да, еще в детстве, обычно в детстве детей уже сразу как бы помолвка идет, там им лет по шесть уже, но родители договариваются, смотрят и договариваются, то пришлось Пурнамасе вмешаться для того, чтобы, не дай Бог, они не стали мужем и женой. Потому что паракия – раса тогда не будет. Не будет паракия – раса. Не будет вот этой остроты отношений. Но с точки зрения духовной мы можем смотреть на это так. С точки зрения материальной нет смысла смотреть на это. Кришна выше этого. Это трансцендентная ситуация, трансцендентная обстановка. У меня нет квалификации обсуждать это, но то, что я слышал, я сказал об этом. Если бы Шукаде, он все-таки не вышел из члена с какого-либо себя бы, и получается, она бы умерла. То есть, получается, если бы Кришна его не попросил лично, он бы стал причиной смерти человека. А он же был освобожден, что и может так быть освобождена совершенно не такать. Почему? Гипотетический вопрос такой. Если бы Шукадева не, так сказать, вернее, если бы Кришна не попросил, то Шукадева не вышел бы из лона и, наверное, стал бы причиной смерти своей матери. Как такое возможно? Ну, вопрос странный, если честно, потому что гипотетически мы можем спросить, а если бы... Ну, то есть, как говорится, даже в истории нет сослагательного наклонения. Что уж говорить про истории, связанные с Кришной. Во-первых, ну, все в этом мире умирают. Так или иначе, рано или поздно жена Вьясадева умерла. Это раз. Во-вторых, как Кришна мог не попросить выйти из Шукадева, если он сам попросил его распространить славу Бхагаватам? Это лила, определенная лила. Она показывает лишь то, что Шукадева уже был в очреве, освобожденной душой. Это просто показывает, что он уже в очреве был освобожденной душой. Чтобы мы, люди, которые читают Бхагаватам, прониклись уважением к этой личности. Потому что если бы просто какой-то аватхуд что-то там рассказал... Но нам рассказывают историю Шуки для того, чтобы мы более серьезно отнеслись к предмету Бхагаватам. Понимаете, да? Очень серьезно. Для нас, людей, склада обывателя, очень важна история того, кто рассказывает. А стоит ли это принять вообще? Кто он такой? Почему я должен слушать его? С какой-то стати? Вообще, он тут чуть не капризничал в чреве своей родной матери. А я тут должен слушать его. Он такой капризный вообще? Что это такое? Нет, это лила. Это лила. И когда лила, то там очень интересные вещи происходят. Нам трудно сказать, а что бы, если бы? Ну, Кришна бы еще раз попросил его. Или еще что-то. Кришна, Шука, он как бы ждал Кришну, скорее всего. Это была его уловка. Он хотел еще раз... Он знал, что Кришна уже ушел с этой планеты. Но это была его уловка, возможно, еще раз увидеть Кришну. Так иногда преданные поступают. Иногда. Ну, вот. У меня еще вопрос. По поводу понимания лет. Ну, то есть, было бы помянуть, что, ну, если ты это возможно знает, это возможно не знает. Вот. И у меня вопрос такой. Правда ли, что лет уже описано на проявлении в активностях, что это не попадает? Что, ну, появится человек, который не сильно знает. на него можно сказать, что он именно возможно знает без того, что неразначен? Вопрос такой. Значит, было сказано, что Ясадева возможно знает веды, а возможно не знает веды. Так? Вопрос такой. было ли предсказание появления Шилправпады в ведах? Описывается ли это? И знает ли Правпада веды? Да? Мой ответ, конечно, однозначный. И даже если я ошибаюсь, пусть меня простят Ачарьи. Шилправпада знает веды. Знает веды. И мне кажется, даже невозможно, безвозможно знает веды. Почему? Потому что он не добавляет ничего от себя. Поскольку он является истинным представителем Шукадева Госвами, то мы говорим, что он знает веды. Почему? Потому что Шукадева знает веды. Это как бы первый ответ. Что касается предсказаний, да, Господь Чайтанин предсказывал это. Он сказал, что явится мой Синопата Бакти, который распространит славу Святого Имени по всему миру. Синопата Бакта это генерал, мой преданный генерал. Генерал, который поведет духовных воинов по миру и распространит это знание. Все свидетельствует об этом. Любые даже какие-то элементарные вещи. Например, первая книга о Господе Чайтане, о его жизни и биографии, и проповеди, и учении Господа Чайтане была отправлена на Запад Бактивинодой Такуром в год, когда родился Шел Парупада. В 1896 году. Это как бы одно совпадение. Но здесь даже не нужно искать каких-то совпадений. Мы видим сейчас, что произошло, и все. Мы видим, что многие отправлялись на Запад. Многие из учеников Бактисиданта Сарасати отправлялись на Запад. Но успех обрел Шел Парупада. Шел Парупада действовал как Синопада Бакта. То есть, он как генерал действовал. Он распространял безапелляционно. Если мы почитаем Шимат Багу, там здесь нет никаких компромиссов вообще. Он не вводил никаких новых вещей. Основные, основных. Второстепенные вещи, да, он какие-то менял. Давал браманическое посвящение женщинам, позволял им буджарить на алтаре и так далее. Но это время, место и обстоятельства. Но основные вещи, они остались без изменения. Поэтому Шел Парупада безусловно знает веды. Шива имеет право ставить под вопросы кого угодно. Но мы не знаем веды. И то, возможно, знаем веды, а возможно, не знаем веды. Такое. У меня последний вопрос, сейчас я просто не делаю. В комментарии Шел Парупада написано, что в милости Вашнава любой нескороженный человек может достичь общайшего прецедентного уровня. Что здесь в Вашнава в каких-то конкретных или любых... Милостью Вашнава дается определение Вашнава. Здесь уже говорится, что такое сам Парупада дает определение Вашнава в этом комментарии. Это образованный браман. Тот, кто уже постиг науку Брамана, это уже Вашнав. То есть образованный Браман это Вашнав. Не просто шнуроносец, а который постиг науку вед. И Вашнав здесь он говорит о Вашнаве первой категории утама адхикария. Тот, кто выбрал уже своего ученика, он уже положил на него глаз и сказал все, ты мой ученик. Это означает, что эта душа, она уже достигнет больших высот. Здесь Шилпрупада говорит, что утама адхикари, то есть Вашнав первого класса, уже считает, то есть тот, кто стал Вашнавом и кого признал, кого признал утама адхикари, то есть Вашнав первого класса, уже считается браманом, независимо от своего происхождения и прошлых поступков. Неважно, кем мы были в прошлой жизни, если мы приняли духовного учителя, а точнее духовный учитель принял нас, это означает, что мы уже обрели квалификацию. Духовные учителя просто так не дают посвящение. Почему? Потому что есть испытательный срок, у кого-то полгода, у кого-то год, у кого-то пять лет, а у кого-то семь лет. Кто-то читает пранаму семь лет. Такое испытание. Например, Гаургишор даст Бабаджи, он не принимал учеников совсем, вообще не принимал учеников. Но Бхактисиданто Сарасвади Такур, он понял, что это мой духовный учитель. Бхактинот Такур сказал, иди к Гаургишор даст Бабаджи. И он отправился Гаургишор даст Бабаджи. И он приходил несколько раз к нему, и он просил посвящения. И он понимал, что пока Утама Адхикари не примет меня, я не обрету квалификацию даже Брамана, здесь вот говорит еще Павпада. И он понимал, что тогда у меня нет просто никакой возможности достичь, вот как здесь написано, каких-то высот, каких-либо, познать себя и познать трансцендентную науку Бхакти. И он однажды пришел и сказал Махарадж, пожалуйста, если вы не дадите мне посвящения, я утоплюсь в Ганге. Это была его решимость. Он этого сделал. Потому что истинный ващнаф, Бхактисидан Сарасвати Такур это истинный ващнаф. Он уже так сказать, можно сказать, в утробе матери уже был освобожденной личностью тоже. Но тем не менее, для того, чтобы из-за как бы из-за своего смирения из вот этих лилах он показывает, каким образом нужно иметь какую жажду к посвящению у истинного ващнафа. И он сказал, Махарадж, я просто утоплюсь, если вы не дадите мне посвящения. И Гауркишор Дазбабаджи, он видел решимость этого. И он сказал, окей, хорошо, ты будешь моим единственным учеником. Вот. Поэтому тот, кто признает Утамадхикари, если он признает кого-то своим учеником, это означает, он уже автоматически обретает квалификацию Брамана. Это означает, духовный учитель, он достигнет тех же высот, что и духовный учитель. Вот это очень важно понять. Это преемственность. И при этом неважно наше прошлое, о чем пропадает. Неважно, кем мы были и какие поступки совершали. Мы могли быть последними грешниками, как Вальмики, к примеру, который написал Ромаину, приняв посвящение Унара-де-Муни. Или как разбойник Опта, который построил впоследствии Оптинскую пустыню. То есть, очень много примеров таких, когда человек с грязным прошлым, Джагай Мадай, пожалуйста, пример, величайшие святые уже, которые прославлены как святые, но было время, когда не было грехов, которые они не совершили по несколько раз. Но те, кто принимают прибежище лотосных стоп Вайшнава, того, кого признает Вайшнав Утамадхикари, Вайшнав первого класса, они достигают этих высот, следуя наставлению. Субтитры создавал DimaTorzok